Рано наступившая весна, высокие температуры воздуха, быстрое таяние снега и, как следствие, паводок в черте региона. И если в Самарской области ситуация более-менее стабильная, то в других регионах страны весеннее половодье уже успело нанести серьезный ущерб населенным пунктам и приусадебным участкам. Особенно пострадали Оренбургская и Волгоградская области. Жителям, проживающим вблизи водоемов, пришлось покинуть свои дома. Одни перебрались к родственникам, другие – в пункты временного размещения. Были и те, кого пришлось эвакуировать. В Самарской области при относительно спокойной обстановке есть локации, где пик весеннего половодья пришелся именно на середину марта. По нашему прогнозу, максимальный уровень весеннего половодья на реках области ожидается высшее среднем многолетних значений на 25-170 сантиметров. Вот уже на сегодня, на реках Сызранка и Щегра, уровни превысили опасные отметки. На сегодняшний день паводок по малым рекам проходит по максимальному уровню. На это повлияло не только резкое таяние снега, но и другие факторы. Уровень осеннего увлажнения и промерзания почвы, количество выпавших осадков. Кроме того, в 2022 году зима началась позже обычного. Первый снег выпал в декабре. Почва сильно промерзла. Земля плохо впитывала влагу, и это привело к скоплению воды на поверхности. По словам начальника главного управления МЧС по Самарской области, подтопление жилых территорий водами от таяния рек были зафиксированы только 14 марта. События, предшествующие этой дате, связаны именно с одномоментным таянием снега. Что мы имеем на сегодня? На территории 12 муниципальных образований остаются подтопленными 6 низководных мостов. Это все прогнозируемые мосты. Они специально построены для пропуска паводковых вод, 45 жилых домов, 278 приусадебных участков, 3 участка автомобильных дорог в Волжском районе и в Сызранских районах. Благодаря своевременным прогнозам, спасательные службы Самарской области смогли вовремя провести все необходимые мероприятия. В том числе и предупредить жителей муниципальных образований о потенциальной угрозе. Режим повышенной готовности установлен в Ставропольском, Кворостянском, Волжском и Красноармейском районах. В настоящее время необходимости эвакуировать жителей – нет. Главное управление МЧС России по Самарской области проводит ежедневный мониторинг паводковой обстановки в регионе. Александра Гусева, Николай Сидоров, События.